Джон Паркер, Лексингтон и Конкорд. Или Конкорд, неважно. Лексингтон, 19 апреля... 14, я хотел сказать. 19 апреля 1975 года. Я тебе сейчас бигуди твои в задницу засуну. Моим вазелином, чувак. Намазывай. Все-таки Конкорд, окей. Покажите командиру. Должен быть человек по имени Джеймс Барретт. Опять Барретт, сколько Барреттов стало в последнее время? Езжайте! Я езжаю, если ты меня отпустишь наконец-то из этой катсцены. Окей. А ты отправляйте Конкорд, оставьте письмо и предупредите местное ополчение. Всего лишь на 100 метров? Я думаю, нет, это все-таки, наверное, под чекпоинт первый. Чтоб я не заблудился. Ну что ты не хочешь ехать быстрее? Это какая-то тупая лошадь. Это не моя лошадь. Дайте мою лошадь. Не туда заехал. Фак ю. А второстепенного задания-то нету? Она застояла еще и в еле. Отлично. Мол такая, нет, хозяин упадет. Блин, какая же она медлительная. Неужели лошади такие медлительные? Она бегает медленнее, чем я. А может вы с дороги отойдете? Это просто такая замечательная миссия. Катиться на лошадке. На скорость. Спасти заложников. Каких заложников? Нет, солдаты все на заложников. Где? Бегу. Есть. Ни хрена себе. Вот это круто. Я это сделал. Теперь надо срочно бежать назад. Я могу не успеть ведь? Там еще можно было сразу письмо отнести, но я уже потом отнесу. Вы уж меня извините. Чертва лошадь. Давай лошадочка. Давай родимые. Немножко осталось. У меня сюрприз для этих негодяев. Взрывать будешь? У меня еще целая минута. Я думаю, время рассчитано. А вот я прискакал, наверное, да? Да. И заложника спас. Е-е-е, я крут. Кровь уже пролилась в Лексингтоне. И прольется еще. Армия выступила в поход. Да неужто. По-вашему, чем я тут занят? Передежным голосом говоришь. Пока вас не убили. У меня нет времени нянчиться с мальчишками, рвущимися в герои. Я ручаюсь за него. И Джон Паркер тоже. Где ревир? В плену. Что? Не бойтесь. Он умеет выпутываться из беды. Он справится. Я уверен. Наговорились, барышни? Паркер считает, что вы не совсем безнадежны. Значит, возможно, сумеете для меня кое-что сделать. Этик твой красный пиджак, сейчас красные макосины превращу. Мы должны удержать те позиции. Это ключ к обороне Конкорда. Славные ребята. Но не солдаты. Им нужен опытный командир. Возьмете это на себя? Смотрите, не подведите. Даю слово. Тогда, видно, остается только ждать. Вот этот актер хорош. В отличие от многих других, которых подобрали для озвучения. Он более-менее передает характер героя, что ли. Сразу видно, что он козел. Ну вот, миллиметражом страдать. Так, уничтожьте группы солдат, окей. А как отдать плиты? Понял. Все убиты? Руким надо бежать, все понятно. Где они? А, они уже убиты, окей. Все положены? Еще одни бегут. Так, надо бежать сюда. Нет, не сюда. Налево бежать. Блин. Готовы? Готовы, ребята. Ждите сигнала! Огонь! Еще готовы. Ждите сигнала! Так, блин, налево бежать. Приготовьтесь. Готовься! Блин! Блин, нас мало остается. Приготовьтесь. Теперь направо. Блин, я не успел бегать. Готовься! Огонь! Огонь! Все, окей. Ждите сигнала! Теперь надо налево бежать. Так, посередине еще успею. Ждите сигнал! Стреляйте! Теперь по центру. Ждите сигнала! Блин! Теперь направо. Ждите сигнала! Блин! Блин, я не успеваю. Готовься! Блин! Блин, на это слева уже много. Готовься! Огонь! Это, ребята, это круто! Ждите сигнала! Да столько, что тупо! Приготовьте, стреляйте! Не стрелять! Готовься! Блин! Фига себе! То есть такой маленькой группой смогли победить такое большое количество игроков, а игроков, хотел сказать, воинов. Не стрелять! Блин! Мочите, мочите, мочите! Немножко осталось. Приготовьтесь! Огонь! Я, правда, не знаю, пока он будет огонь открывать, но окей. Готовься! Блин! Еще четырех! Еще троих! Не... Единственное, что он хотел... Он сказал, не... И все. Назад! Назад! 130 солдат уничтожено! Но кровь их не будет, просто так. Нет, мужчина. Они бегут! Так бы сказал... Какой-нибудь британский историк. Ура! Вудивудпекер! Я не знаю, при чем тут выудивудпекер. Почему-то первая мысль при слове «Ура!» выудивудпекер была. А ты куда бежал, красный пиджак? Новый русский малиновый пиджак. Дело рук последнего негодяя. Но они ушли. Надо было напасть, пока был шанс. Как вы думаете, где Пидкерн? Уполз зализывать раны в объятиях Британии. И задумывать новые преступления. Нужно найти его. Сколько еще людей умрут, пока я жду? Выше нос, друг. Сколько сегодня выжило, благодаря вам? Да, но они... Мы делаем, что можем и как можем. Этого мало. Да. Так всегда. Вот так-то, Коннор. Терпение, мой друг, только терпение. Какие-то легкие здесь были в этой миссии. Второстепенные задания. Они уж слишком легкие какие-то. Система сообщений понятна. Получено новое сообщение. Еще. Давайте дальше свои сообщения. Пуляйте. И они исчезли. У меня появился загрузочный экран. Просто потрясающе. Давайте буду бегать по кругу. Как идиот. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Откуда голос? Я слышу голоса. О, нет. Что со мной? И ради нашего славного дела. Филадельфий, 16 июня 1775 год. Я глубоко больше признателен этому невероятному знаку доверия с их стороны. Но случись вдруг какое-либо несчастье, неблагоприятное для моей репутации. Это же Вашингтон. Я хочу всех присутствующих здесь помнить, что ныне я с полной искренностью заявляю, что не достоин занять этот пост. Да, никто лучше него не годится на этот пост. Правда? Я знаю несколько. Чарльз Лилль. Мы знакомы? В самом деле, откуда вам полз? Идемте, Коннор, я хочу вас представить. Я стану вести учет всех моих расходов. Простите, что вмешиваюсь. И кроме компенсации, Коннор, более ничего не желаю. Коннор, позвольте представить вас новому главнокомандующему. Джорджу Вашингтон. Ну я же говорил, похож. Так это вы спасли Сэма и Джона в Лексингтоне? Это сделали патриоты. Я просто оказался рядом. И скромен, и отважен. Нам бы побольше таких людей. Прошу прощения, но я должен поговорить с Чарльзом. Похоже, он не слишком доволен тем, что его обошли. Был рад знакомству, Коннор. Скажите, вы разыскали Питкерна? Говорят, он накопался в Бостоне. Под охраной тысячи солдат. У вас появится шанс, только если его выманить. К счастью, мы планируем наступление на Бостон. Именно с этой целью. Нашими войсками командует Израэль Патнем. Отдайте это ему. Он обеспечит вас всем, чем нужно. Он сейчас в лагере у Банкер Хилла. Благодарю вас. Недалеко от города. Не за что. Я делаю, что могу. Питкерн очень опасен. Надо быстрее от него избавиться. А у Коннора такие губы блестящие, будто он их этой помадой гигиенической намазал. Карта недоступная, это печально. Что-то больше ничего нету? Кто хочет со мной поговорить? Джорджи? Джорджи, ты хочешь? Ой. Нет, не Джорджи. А ты не видишь, что ли, слепой? Я только хотел узнать, что теперь. Дел по горло. Командующий Вашингтон скажет, где наносить новый удар. И надо поработать над заявлением. Заявлением? Нужно немедленно связаться с прессой. И рассказать всем, что первыми в Лексингтоне стреляли лоялисты. Но неизвестно, кто был первым. Именно поэтому надо действовать быстро. Завоевать симпатии народа. Это нечестно? Возможно. И что? Все должны верить, что мы защищались. Иначе нас обвинят в измене. Но это так. По-вашему, лучше склониться перед тираном? Вы этого хотите? Конечно, нет. Нельзя лишать людей свободы. Но лгать ради нее. Это весьма скользкая дорожка. Поймите, Коннор. Эта война ведется не только на поле боя. Но и в умах, и в сердцах. Немного приврать не страшно. Особенно, если это спасет жизнь многим. Охренеть! Я нашел ковер. Ну все. В этой игре есть котики. В этой игре есть ковер. В моих видео тоже есть ковер и котики. Еще есть парочка коровок и телочки есть. В смысле коровок и телочек. Все, у меня улучшательное видео на максимуме. Что еще можно улучшательное видео? Коробочка вазелина тоже есть. Ну где-то тут скрыто стопудово. Прекрасный вид за окнами. Белый свет просто. Белый свет. Есть белый шум, а это белый свет. В конструкции трубы и в том, как отводится раух. Раух. Я не знаю, что это за слова. Поэтому я пойду, я тупой. Я сейчас буду тогда на столе у вас прыгать. Я тупой. Я походил по вашим цветам. Би-би-би. Так, подождите, а где я пришел? Вот этот цвет. Блин, тут бегать быстрее нельзя. И вообще, где я? В конгрессе, что ли? То есть меня сейчас переместят, наверное, в Бостон куда-нибудь. Вот я тебе пнул, понял? Тут можно пинать людей, это хорошо. Вы слышали женские возрасты? Это трансфестит. Видели? Это на самом деле мужик. Пойдем, пойдем, выйдем, пойдем. Нам трансфеститы здесь не нужны. Я добрая, верная жена! Пошли за меня! Я ничего не сделала! Я не могу, грани из ленины горшок. Ты расширайся надо мной! Какая коллекция багов, знаете, я... Сколько... Сколько я полтора года почти на ютубе сижу, но... И сколько я не выкладывал видео. Я никогда не встречал игры с таким количеством багов. Претендующий... Нет, может быть и встречал, конечно, но... Претендующий еще на звание игры год. Правда, уже не претендующий. Но хотя бы имеющий звание ААА игры, якобы... Столько багов я не видел. Это просто ужасно. А разве сложно перепутать мужчину и женщину? Это... Разве так? Я просто не знаю. Так. Мне сюда. Тут еще есть клуб авантюристов. Пам-пам-пам-пам-пам. Есть ящик. Так. Ну, я думаю, что надо пройтись так. Бам. Бам. Нет. Бам-бам. Бам. Бам. Вот вчера было ясно, а сегодня просто бам-бам. Ой, как далеко бежать. Так, лошадка. Лошадочка, лошадочка, приди. Меня на... Я хотел сказать, на жопе. Меня на спинке ты отсюда унеси. Это экспромт. Нам придумали. Можно придумать песни. Пока едешь, можно... Как это сейчас называется? Литерал, да? На самом деле это... Песня каких-нибудь... Блин, как это называлось? Песня... Её ещё поют то ли... По-моему, в пустыне. А как они? Нет, не Акыны. Акыны это другое, по-моему. Это что-то из казахского связано. В общем, люди едут на верблюде и... Поют о том, что видят. Так что... Кто называет это Литералом, тот... Странный человек. Литерал это вообще не русское слово. Это как назвать... Это как назвать книгу букой. Ой, ты такая бука. Или как, не кусок пиццы, говорить, а слайд с пиццы. Я серьёзно не понимаю. What the fuck? Та-та-та-та-ра-та... Та-та-та-та-ра-та... Та-та-та-ра-та... 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 Я думаю, что кто смотрел Том и Джерри, тот и понял, откуда музыка. Смотрите Том и Джерри. Не смотрите Гуфа. Не смотрите Ютуб. Не смотрите Кейт Клэп. Если вы посмотрите одну серию Том и Джерри, то вы... Обогатите себя знаниями... Больше, чем... Если посмотрите все видео Кейт Клэп. Я нашёл дыру. Я аж молчу про свои видео. Нет, ну... На самом деле... Можно быть женщиной и уметь что-то говорить, и ходить по городу и говорить что-то на камеру. И тогда тебя будут смотреть 80 тысяч человек. Это как бы... Это то же самое, что и с сексуальной психологией. Вроде бы... Баба, отстой. Смотреть не на что. Максимум, что там есть подтягивающий лифчик, но... К сожалению, 100 тысяч просмотров. 100 тысяч подписчиков или даже больше. Им даже до Усачёва далеко. Что уж там говорить, а... А чёрт, я не знаю. Я мало знаю блогеров. Ну и хорошо, что я их мало знаю. Ну и хорошо. По крайней мере, мой мозг не страдает... Разжижением... С внешней средой. Я просто не знаю. Что бывает с людьми, которые много смотрят интернет? Ну, типа меня. Ну ладно, я вам только за играми слежу. В интернете. Ну и за фильмами ещё. А больше... А я... Ну, книжки я тоже читаю, представляете, да? Например, я могу вам сказать... Ещё сейчас читаю. Просто я не знаю, что ещё нести. Я могу говорить, мол... Берёзка, 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 берёзка. А, в опале берёза стояла. В опале дуб стояла. Плакали берёзы. Как вот этот олень. Он такой олень. Он выбежал прямо ко мне в лицо. Ну и получил по жопе. Прям клинком осталась от него только кость. Что ж ты не залезаешь? А, это я дурак. Просто кнопочку круг тыкаю. А не крестик. Плакала Илюш. Триста раз в этой игре. Потому что управление какое-то кривое. Нет, ну на самом деле... На самом деле тут иногда... Иногда как бы... Ты вроде бы... Делаешь всё то же самое, что и делаешь во все остальные разы. Но почему-то у тебя не получается сделать то, что ты хочешь. Я хочу на лошадку сейчас прыгнуть вообще. Лошадка, лошадка, тихо. Лошадка не знает, куда прийти. Лошадка, давай сюда. Ух, вы видали, да? Вы видали, как я его натренировал? Оу, да. Так. Мне осталось только в охотничьи угодья сходить. В охотничьи угодья, да. Чтоб меня подстрелили к чертям собачьим. Клубон тюристов, хотел сказать. Кролики. Кролики. Плакали кролики. Бегали в питье васаби. И ещё какая-то... Хрень слева идёт, стучит барабан. А у меня одиночный, одинарный. Уровень разыскиваемости. Я сейчас натравлю на них свою лошадку-маньяка. Мою лошадку зовут, кстати, если кто не помнит, толерантово... Толерантного Бибика Висповна. Или Виспович. Я не знаю, может она тоже трансвистит какой-нибудь. В этой игре много трансвиститов. Я подозреваю. Особенно вон тот камень, который никак не может стать камнем. А, маяк. Надо приходить ночью, наверное. Чтобы было экстремальней. Так, похоже, лошадку я оставлю сегодня бомжом. Но если учитывать, что я её дом... Я её всё... Знаете, если Пушкин наш и всё, то... Что бы мы делали без Пушкина? Это значит, что мы и остались бы без дома. И тогда мы бы все стали бомжами. То есть Пушкин нам подарил дом. И секс. Дом и секс. Говорят, в СССР секса не был. А, понятно. Про Пушкина забыли. Значит, Пушкин был под запретом. Запретом. Плачь на ветру. Сам слышал. Жена моя тоже. Они там, точно говорю. Призраки. Ты в это веришь? Не верил, пока сам не услышал. Ну, тут красное что-то на карте. Прочь отсюда. И побыстрее. Пока. Нет, сначала я синхронизируюсь. Я наконец-то добежал до точки синхронизации, которая не похожа на другие точки синхронизации. И знаете, ребята, это просто замечательно. Иногда... Иногда эта игра все-таки радует. Ой, этот маяк мне напоминает старое издание из Assassin's Creed. Первого. Похож немного. Это кто-то обороняет этот маяк. Сто пудово. Привидение найдено. А, просто тень от него. Это все? Это все? Просто восхитительно. Какое обалденное задание, ребята. Я не знаю, удовольствие приносит на таких высоких точках стоять. Зачем им это нужно? Это сено. Я буду в него прыгать. Вы видели, что это был за идиотизм? Он прыгнул! Я вам даже сейчас покажу, куда. А, это было не сено? Нет, подождите. Он не сюда прыгнул. Или сюда прыгнул. Так, это вообще маяк? Стойте, а где тут сено? Это было не сено. Знаете, сверху выглядело как сено. Вы серьезно думаете, что я увидел бы вот здесь сено? Ладно. Давайте посмотрим еще разок. Я не убегу. Я игру купил за 4000, так что... Нахер на... Да что ты... 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 Я просто не знаю... Что? Молодец! Я его просто поднать... Под небольшим острым углом ему послал. Куда подальше. И после этого он почему-то решил... Не запрыгивать. На стену, но... Но сейчас проверим. Сейчас проверим, видно ли отсюда сток сена этот. Ну, вообще-то да. Я подумал, что вот это сток сена. Смотрите, ну отсюда он видит как маленький сток сена. А там даже фиг поймешь, сток сен это или не сток сена. Господи, я идиот. Вот просто. Извините, сэр, я украду у вас лошадь и запрыгну на неё сзади. Почему здесь лошадь нельзя погладить? Вот это дискриминация лошади, я считаю. Пиво! У меня есть пиво! Тоник для желудка. Ремни. Мебель. А у меня и так есть мебель. Укреплённые роговопитии. Бумага. Охренеть, сапоги. Глазные капли. Ящики. Бочки. Медвежьи шкуры. Медвежьи шкуры ещё и вот из чего-то можно готовить. И денег да куча дали. А, смотрите, прямо здесь есть новое задание. От клуба авантюриста. Давайте его возьмём и пойдём основное задание делать. Идиот. Опять чуть не поджарился. Садник без головы. Сам я не видел, но байки слыхал отсюда аж до кентуки. Одному наёмнику из гесенских полков в бою ядром оторвало начисто голову. Батальон его был окружён, и битву они проиграли. Но парень не умер. С тех пор он верхом на коне мотается по земле, гоняется за людьми и отрывает несчастным головы в надежде отыскать свою. А покуда не отыщет, взамен на плечах у него тыква. Сам я не видел, но вот безголовые трупы, что он за собой оставляет, это видал. Упокой их, господи. Скорее всего там медведь какой-нибудь. Знаете, эти миссии они могли бы сделать и поинтереснее как-нибудь. Знаете, вот это могли сделать пострашнее. Но, ну, вот так вот всё просто как бы, знаете, это как-то, ну, сугубо неинтересно, я бы сказал. Это просто так, послушать истории и прочее. А, смотрите, то же самое дерево, которое мы видели сто тысяч раз. Это снова оно, смотрите. Так, давайте найдём сено сначала. Вот это сено, я так полагаю, да? Заменитель сено, скажем так. Еловые, еловые ветки. Молодец, спасибо, что ты это сделал. Господи, какое интересное дерево. Я столько раз по тебе залезал, что просто обязан теперь на тебе жениться. И народить маленьких буратин. Буратин. Буратинят. Как это в уменьшительном, ласкательном слове... В уменьшительном, ласкательном виде сказать. Буратинчиков, во! Я впервые вижу человека, который может пролетать через ветку. И имя ему Коннор. Главное не совершить лишних движений. Окей, две. Хорошо, хоть ладно, они поставили две разных... Две разновыглядящих точки обзора в одно и то же место. Так. Я нажимаю вперёд, ровно вперёд. Вот, R1. Крестик. Хорошо сработало, фу. На этот раз. А то, знаете, это немножко уже глупо смотрится, когда я мимо вас сена промахиваюсь. Так, это в Бостон ведь, да? А, ну здесь всё равно ничего нет, так что в Бостон? В Бостон, друзьяки, в Бостон. А, это не Бостон, смотрите-ка. Назвать что? Я не знаю. Договорите, я не буду двигаться с места. Может, вы... Может, вас убить надо?